К параду готовы! Сегодня на Красной площади прошла генеральная репетиция торжественного марша. Позади несколько масштабных тренировок. Чеканить шаг офицерам приходилось даже в дождь. Несмотря ни на какие капризы погоды, каждое движение оттачивают до мелочей. Репетиция парада победы все равно, что настоящий парад. Правда, за офицерами здесь наблюдают не только зрители, но и командиры. Это уже четвертая по счету масштабная тренировка. Участники марша знают свои места. Именно так приставы за спасателями, военные за полицейскими пройдут по Красной площади 9 мая. Все свои движения они оттачивают до идеала. Шаг в шаг. Четкое попадание в такт музыки. Идеальная белизна парадной формы. Со стороны командиры подмечают любую, даже малейшую неточность. Все участники парада здесь, словно на экзамене. За несколько дней до праздника начинается работа над ошибками. Первая шлифа. Парад на порог. Не подняли немножко. Вот так. Вот хорошо. Хорошо. Не первый год вместе со взрослыми в парадный строй стоят и кадеты. Сюда, на Красную площадь, они попадают после жесткого отбора. За несколько недель до Дня Победы школьникам устраивают экзамены на выносливость. Лучшие из лучших уже здесь. На репетиции. Смотрят на поведение, на успеваемость. И потом, исходя из этого, выстраивают коробку. И всех выстраивают по росту. Вы здесь можете увидеть кадетов разных, то есть не все самого класса. Здесь разные ученики, самые достойные. Торжественным маршем в День Победы пройдут более тысячи человек. Многие принимали участие в боевых действиях и участвовали в спасательных операциях. Имена героев по традиции озвучат на всю площадь. О них узнает вся республика. Готовность у нас номер один. Сегодня последняя, четвертая тренировка. Генеральная репетиция. Все в парадной форме, по полной программе. Отрабатываем, хронометрируем все. И авиация, и все остальные. То есть я оцениваю подготовку как практически на 100%. Готовы к параду не только люди, но и техника. Боевые машины – настоящая изюминка праздника. В одной колонне современные авто и те, что сошли с конвейера в 40-х годах. На удивление всем провезут по площади и легендарную «Катюшу». После реставрации на заводе – боевая установка. Постоянная героиня чебоксарских парадов. Движение по этой дороге 9 мая будет полностью перекрыто. Именно отсюда каждый год военная техника стартует на смотрины. Всего в параде будет задействовано более 50 машин. После покраски и капитального ремонта старые машины будто бы только сошли с конвейера. На параде они ничем не уступают современным автомобилям. Не обойдется на праздники и без воздушных сил. Сегодня свои действия в воздухе оттачивали и парашютисты. В небе над городом они пронесут огромные флаги. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев, Республика.